доброе утро телезрители со всего мира доброе утро церковь если бы этот человек не замаскировался все узнали бы правду так быстро библия дала мне понять что дьявол может замаскироваться как луч света он придет как волк в овечьей шкуре религиозных шарлатанов распространяющих ложные духовные практики и невыносимо стяжающих деньги обирающих адептов много но почему люди массами толпами верят этим пройдохом в данном ролике об этом господь иисус христос говорил о последних временах о том что будет и как раз таки эти последние времена это времена будет большого обольщения иисус говорит что берегитесь чтобы кто не привести у вас его спрашивали какие признаки последнего времени он вы берегитесь будьте осторожными чтобы вас не обольстили не обманули обращение означает верить в неправильное как в правильно люди идущие за этими тебе джошуа замунтианами сандеями или этими пройдохами средней мелкой руки типа федорова германова сенокосова за этими американскими об помазанниками и прочими они обольщены они верят в неправильное как правильно они твердо убеждены что эти помазанники есть носители истины и иисус предсказывал что обольщение будет прогрессировать в последнее время и чем ближе последнее время тем больше будет этот обман павел говорил что дух святой предсказывает дух же святой ясно говорит что в последние времена будет отступление от веры то есть от вероучения библейское вероучение учения господа иисуса христа которые восприняли апостолы и распространили от него будет отступление люди делают шаг назад шаг в сторону куда-то к какой-то лужи и отступление от веры и она будет вдохновлено или инспирирована духами обольстителями и это будет учение бесовский демонические духи будут рождать в церкви уже учений толпа людей отступит и пойдет за этими учениями через лицемерие уже словесников сожженных клейменных в совести свои и отступление от веры будет характеризовано лицемерием и в греческом лицемер это юпокритес что буквально означает актер сегодняшняя церковная сцена как раз таки сцена не называют на самом деле это религиозное актерство это религиозное представление продаваемая за деньги и апостол павел также пишет что ибо будет время то есть сейчас в первом веке еще этого времени даже нет но будет время когда здравого нормальное учение принимать не будут вообще сегодня так и есть сегодня здравое новозаветное сбалансированное библейское учение но в поношении вот эти современные вот эти помазанники называют это здравое учение фойда какой-то это вы законники какие-то религиозники так далее вот сегодня появились на сцене какие-то благодатчики гиперблагодачи так называем это все учение конечно ложная благодать и здравое учение принимать не будут но по своим прихотям будет избирать себе учителей заметьте почему люди идут за ложными учителями которые листят слуху которые говорят ну приятно и сегодня вот эти вот помазанники приходи к нам и ты будешь исцелен а люди хотят им приятно хотелось бы исцелиться и на эту наживку они как рыба клюют и эти помазанники учат том что ты ты вот приходи жертву деньги будешь богат будешь богат так как я хотя он богат не потому что он там жертвовала стяжает до невыносимости собирает до невыносимости и жертвуют богатые люди в церкви не они бабушкам нуждающимся ему помазали потому что он помазанник он выше всех вот и по своим прихотям будут избирать учителей которые встили бы слуху это льстит слуху и по своим прихотям занятие попадаются на крючок люди живущие прихотями похотями то есть другими словами вот это вот контингент людей которые идут за этими различными мунтянами и тебе джошу и прочими различными сина кокосовыми и илюшенька наполе . федорами это люди которые живут прихотями и похотями все очень просто и от истины отвратят слух и обратятся к басням сегодня различные эти спикеры такую пургу несут у них практика учения басни выдумки в греческом это миф выдумка вообще просто сказки какой-то бред вообще просто лапша какая-то антибиблейская и вот практика у них про практикую чудеса которые вообще не библейские которые вообще выдумки которые просто фейки которые просто выдаваемое желание за действительное которое просто является чем-то таким ярким но вообще не практичным появление Там какой-то такой пыли, кстати, Федоров анонсировал, что вот там следующая конференция, приедет мужик, который там пылью золотой покрывается и так далее. Вот, это басни, все, и люди к этому слуху обращают, а истина, истина, она в поношении. И Павел пишет дальше, что в Тимофею он говорит, что в последние времена, знай, будут времена тяжелые. И чем ближе последнее время, тем более тяжелые времена. Почему тяжелые? Может катаклизмы, войны и так далее? Да не из-за этого, ибо люди будут самолюбивы. И заметьте, здесь не говорится про людей, вот неверующие люди, они будут там самолюбивы и так далее. Нет, там ниже написано, что имеющий вид благочестия. Это про религиозных людей, они благочестивые, они имеют праведный вид, святой вид, но силы же, то есть действия его отрекшиеся. Опять же, театр, это маска, театр, актерство такое. Благочестивый пастор, благочестивый помазанник. Вот, а на самом деле все, это просто театр и актерство. И поэтому времена будут тяжелые. Знай, времена будут тяжелые, потому что люди самолюбивы, сребролюбивы. Когда вы посмотрите на любого помазанника, то вот этого вот, за которым идут люди, то он самовлюбен для дописка, для невыносимости. И, как следствие, сребролюбивы, они выжимают деньги просто, не покладая рук, просто без устали, просто всю жизнь протянутой рукой. Горды, надменны и так далее. Но, в первую очередь, самолюбивы и сребролюбивы. Таковых нужно удаляться, но люди не удаляются от этих помазанников, они идут за ними. И к этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. И уже учители, вот эти в первом веке, вкрадывались в дома, церкви, собирались по домам и обольщали. И заметьте, обольщались, впадали в обольщение, то есть начинали верить в неправильное, как правильно, женщины, которые утопали во грехах, церковь полна женщин. И мужики, которые там есть, которые идут раболепно за помазанниками, и говорят, аминь, аминь, пастор, вот этот, за этими мунтянами и Федорами и прочими. Это тоже вроде мужики, но которые на самом деле, он, он, женщина это хорошо, но когда мужик, как женщина, это плохо вообще. И вот это тоже, он имеет женскую природу, природу такое, знаешь, послушание, природу там, жене глава мужа, он идет за этим пастором, как будто это его муж. И почему люди, женщины эти и люди обольщаются? Потому что они утопают во грехах и водятся различными похотями. То есть, все те, кто идет за Тиби Джошуа, шли за Тиби Джошуа, за Федором, за Мунтян, за Сандем, это просто люди, люди, которые утопали в похотях, утопали во грехах. Вадимы были не Духом Божьим, а похотями своими, поэтому Бог так допустил, что они впали в это обольщение. И заметьте, они всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины. Постоянно слушают проповеди, что-то изучают и так далее, конспектируют в этих авторитарных общинах за своим помазанником пастором. А истину, на самом деле, истина это с греческого то, что есть на самом деле. А как есть она на самом деле, понять не могут просто. Вот, читают Библию, книгу, а ведь ни фигу. И Павел пишет дальше, как и они, и Анври, это волхвы, вот эти вот жрецы у фараона, колдуны эти были, противились Моисею, так эти противятся истине. Знаете, Моисей сегодня, как эти помазанчики учат, вот я, по примеру, что я как Моисей сегодня, вот Моисею противились, умерли. Я сегодня Моисей, это ложь. Единственный, кто сегодня на седалищу Моисею должен сидеть, это Христос в церкви Он. Он, как Моисей новозаветный, Моисей сам пророчит, что пророка, как меня, вам воздвигнет Господь, говоря о Мессии, о Спасителе, о Господе Иисусе Христе. И сегодня вот эти вот колдуны, жрецы, вот эти вот колдуны религиозные, вот эти пройдохи и деятели, они противятся новозаветному Моисею Христу, как и они, и Маври, и Анври противились Моисею. И они противятся Христу, в каком плане? Они противятся истине, истине, новозаветному истинному учению, истинной практике. Это люди, развращенные умом, невежды в вероучении. Знаете, если вы пообщаетесь с любыми, с ними, я, к примеру, общался с Федором, я говорил, что Федоров, Илья Федоров, это вообще такое, ну, как бы дерево. Это ноль совершенный, ноль в богословии, в вероучении, это вообще человек, который, ну, не разбирается, ну, просто нахватался всего, на, 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 как бы, наслизывал на плагиатство, вот, в всей практике, у американских там спикеров, и все. Они вежды в вероучении, вообще ноль полный. Но они немного успеют, что это означает? Они будут иметь успех, они будут иметь успех, но недолго. И в чем их поражение будет? В том, что они исчезнут, и бывает такой момент, что Бог поражает, и в Библии есть, и тебе Джошуа умер, но, но в чем поражение? Ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. То есть, и они, и Амври, они не умерли, эти жрецы, они колдовскими чарами творили чудеса, знамения. Помните, они тоже производили чудеса какие-то, вот, но их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Они остались жить, но их безумие, их глупость обнаруживается. Вот в чем суд Бога, когда сегодня безумие вот этих вот помазанников обнаруживается. Люди начинают понимать, фу, это безумство, это лошадь, это пройдохи. Вот, но они будут иметь успех. И дальше Павел подчеркивает, что злые же вот эти вот люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь, они сами заблуждаются и вводят в заблуждение, и будут преуспевать. Но для нормальных людей их безумие обнаружится. И апостол Луан тоже говорил о последнем времени, он говорит, что дети последнее время, и вы слышали, что придет антихрист, и в последнее время придет такой великий помазанник. Люди говорят, что антихрист это будет какой-то политик. Нет, он будет, это будет помазанник Божий, как бы, творящий мощнейший чудеса. Он выйдет из церковной среды. Там написано, что они, антихристы, вышли от нас, но не были нас, наши. Антихрист рассветет из церковной среды. Это будет помазанник, это будет пастырь, это будет какой-то пророк, человек Божий, как тебе Джошуа, только намного больше, как в миллиард раз больше Илюшеньки Федоровой и прочих, там вот этих гельмановых и так далее. И придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. И явится антихрист, творящие чудеса, потом уже пойдет в политику и все остальное. И антихрист в греческом, приставка анти означает в первую очередь не против, а в первую очередь означает вместо. Он будет ставить тебя вместо Христа. Все вот эти помазанники, они как бы становятся в жизни людей в церкви вместо Христа. Вместо, и поэтому против. Они как бы, как будто как Христос. Знаете, сам антихрист, когда яйца, этот антихрист с большой буквы, он будет, люди будут думать, что это Христос, потому что он прям будет выдавать себя. В храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И поэтому люди за ними пойдут. Эти лжехристы сегодня есть, и появится большой лжехристос. И мы из этого узнаем, появились антихристы, и узнаем, что это последнее время как раз таки. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы наши были, то остались бы с нами. В каком смысле наши? Есть апостольское учение. Апостол Иоанн пишет, наше апостольское учение, которое они восприняли от Христа и распространили его. А есть люди, вышли за рамки учения, родили свои доктрины, взяли какие-то слова благодать, и назвали там мы благодать, это благодатчики мы, но родили другое учение, которое не является настоящей благодать. Они вышли из христианской среды, из апостольского учения, но не остались в этом. И через это открылось, что не все наши, впрочем, вы имеете помазание от святого. Смотрите, что противопоставляет Иоанн антихристам, которые объявляют себя помазанием. Антихрист это тот, кто вместо Христа говорит, я помазанник. Христос означает Мащия, Христос, слово Хрисма греческое, помазание, я помазанник. И сегодня люди верят в помазанника, вот он, Бог его избрал, он помазанник, и за ним идут, чтобы Бог действовал в моей жизни через него. Иоанн противопоставляет, вы имеете помазание, мы все имеем помазание святого духа, нет такого, кто какой-то выше и так далее. Есть единственный большой помазание Христос, но мы все помазаны им, мы от этого святого имеем помазание. Вот, а сегодня людей учат, что вы как бы приходите к этому помазанию, вы де-факто, вы черн, вы челядь, вы никто и никак. Так, вот помазанник вас благ... Выходите, кто даст 100 тысяч или миллион за того, я помолюсь, говорит Гельманов, выдавая себя за помазанника, и толпа выходит, приносит миллионы, миллионы, десятки тысяч долларов приносят. Люди, думая, что помазанник за него помолится, и у него что-то произойдет в его жизни. Он станет таким же богатым, как Гельманов, который богат, потому что стяжает по одной простой причине, стяжает и вымогает деньги. И научил, чтобы давали вот ему, помазаннику, и поэтому люди сеют в него именно. Поэтому он и богат, все очень просто. Ну, плюс плата гонорары за прибытие на конференцию, они очень большие гонорары, и все, так и строится богатство. И дальше Иоанн пишет, что есть вообще дух Антихриста. И есть дух. И в этих людях помазанников живет дух Антихриста. Это дух, который выдает себя за Христов дух. Но это вообще ложный дух. Это ложный святой дух. И они действуют в чудесах ложных. Это чудеса, которые вместо Христа. Это дух, который вместо Христа. Это дух, который выдает себя за Христов, за святой дух. Поэтому у Федоровых и прочих, у больших помазанников, есть чудеса вот эти, большинство там, безусловно, это все выдаваемо желаемо за действительно теориальная постановка, просто фейки, просто, просто, но есть и демонические, яркие, мощные, в той или иной степени демонические чудеса, вот, не библейские, демонические чудеса, и в Библии, если вы почитаете Новый Завет внимательно, я об этом много говорил, то много чудес, когда знамение чудеса и исцеление от демонов, от бесовских духов, об этом говорит Новый Завет четко вообще, и сам Антихрист будет иметь смертельную рану, и от меча, и вот жив сверхъестественно, сверхъестественным образом, и был, и нет, и явится, и это вообще можно понимать, что он умрет и воскреснет, демонической, как чарами, демонической силой, как чарами творили мощные чудеса, палку превращали в живую, настоящую змею, жрицу фараона, демоническими чарами, также демонический дух будет действовать в последнее время, и этот дух уже действует, дух Антихриста, и дальше Иоанн говорит, что впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы вас кто учил, сегодня он встраивает эти конференции постоянно, и толпа постоянно ездит учиться, учится, 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 не могут дойти до познания истины, вот, и за учебу они платят, и регистрация платная, и потом там их обирают, выжимают из них все деньги, но Иоанн пишет, помазание в вас есть, куда вы бегаете за помазанкой, но у вас есть помазание, вы не имеете нужды, чтобы вас кто-то учил, но само помазание учит вас, и мы все имеем помазание, и оно истина, и чему оно научило, это помазание Святого Духа, в том пребывайте, в том и оставайтесь, и в этом же контексте Иоанн пишет, говорит, что все, что вы слышали от начала, когда пришел Иисус, преподал учение, апостолы восприняли и дальше распространили, дали пояснение, вот это то, что от начала есть истина, в нем пребывать нужно, если вы в этом пребываете, то вы в отце и в сыне, то есть другими словами, сегодня церковь так или иначе исторически отошла, так или иначе, и чем ближе в последнее время, тем больше она отходит от того, что было в начале преподано, выдумками, баснями и так далее, и нужно делать шаг туда, назад в Новый Завет, шаг полностью в учение Нового Завета, все то, что мы слышали от начала, и не более того, и не шире этого, все, что мы слышали от начала, должно практиковаться церковью, вот, и Павел пишет кислоуникийцам об Антихристе, что откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих, истребит явление пришествия с собой, того, это Антихрист, кого пришествие под действием сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными, и греческое выражение чудесами ложными не означает ложные чудеса, фейковые чудеса, фейковые, это чудеса будут настоящие, реальные, мощные, сильные, но приводящие к ложным выводам, к ложным результатам и ложному пути, чудеса, за которыми стоит ложный дух, другими словами, и это будет сила, реально, со всякой силой, то есть сверхъестественной силой, и знамения, настоящие знамения и чудеса ложные, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, и так, кто обольщается? Погибающие. Почему люди идут в церковь к Илюше Федору, почему люди отдают деньги пачками Гельманову, почему люди шли за Мунтианом, за Сандеем, за Тибиджоши, за прочими, в Америке там, за многими, в Африке толпами, за этими нелепыми помазанниками, все очень просто, потому что они погибающие, потому что они на пути погибели, а почему они погибающие? За то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Знаете, мало сегодня, ты вот принимаешь Евангелие, принимаешь Христа Иисуса в свой сердце, принимаешь спасение, нужно принять любовь к истине. Что есть истина, сказал Пилат? Истина и слово твое, Господь так говорит в Писании. Слово Божье есть истина, в греческом означает то, что есть на самом деле. Действительность и реальность, она написана в Слове Божьем. Когда люди не возлюбили Слово Божье, не возлюбили, не приняли эту любовь к Слову Божьему, все, они будут преданы обольщению, они приняли любви и истины для своего спасения, и будет ли такой человек спасен? Да, он отпадет, он не любит Слово, и он отпадет, он пойдет на пути погибели, будет обольщенный и так далее. И за сие пошлет им Бог действия заблуждений, так что они будут верить в лжи. Бог наказывает людей, которые не возлюбили истину, и Бог посылает им действия заблуждений. Поэтому сегодняшние вот эти вот Тиби Джошуа, Мунтианы, Федоровы, Гельмановы, Синокосовы и прочие, это наказание от Бога, вот этой раболепной глупой массе, потому что она не приняла любви и истины. И так что они будут верить в лжи, Бог накажет их, они будут верить в лжи, да будут осужены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Люди возлюбили неправедность, люди возлюбили греховность, люди возлюбили беззаконие, не стали веровать истине и практиковать ее, Бог посылает действия заблуждения. Вот таким образом. Поэтому вот эти люди, вот эти адепты, это раболепная масса, дающая деньги и раболепствующая, она будет, конечно же, всегда и тем ближе в последнее время, тем это будет больше. Когда явится Антихрист, огромные массы людей будут почитать его за Христа и за Бога и пойдут, пойдут за ним и на лбу у них будет, и на руке у них будет клеймо этого большого Антихриста. Сегодня же люди, они имеют там на лбу там клеймо Наполеончиков, Наполеончиков, ну принадлежащие Илюсе Федоровой, или там Тиби Джошуов, но Библия говорит, что мы Христовы, вы же Христовы, говорит Священное Писание, потому что Христос умер на кресте за тебя, и не делайся рабом, не делайся рабами человеков, Иисус умер на кресте и воскрес для тебя, и ты куплен дорогой ценой. Поэтому слушайся Господа и Его учения, люби Библию и люби Слово Божие, время изучать Библию. Субтитры подогнал «Симон»